Здравствуйте! Это программа 4 сезона и я ее ведущий Игорь Коробов. Эта культура одна из самых ярких на нашем огороде. Какое еще растение может похвастаться красными, желтыми, белыми и зелеными плодами? Конечно, только перец. Перец в наших широтах, в средней полосе России, возделывают относительно недавно. Перец растение тропическое. И потому еще больше, чем томаты, которым перец приходится достаточно близким родственникам, любит солнце и тепло. Достаточно того факта, что перец в естественных условиях вырастает в небольшой кустик. А у нас нормально развиваться ему не дают холодной зимы. И выращивается перец как однолетнее растение. Да и само выращивание перца стало у нас возможным с повсеместным распространением теплиц и пленки, которые можно укрывать молодые посадки. Поэтому перцы высаживают рассадой. Они более чувствительны к холодам, чем томаты. Поэтому по разным рекомендациям высаживают их в конце мая или в первой декаде июня. Если на момент высадки еще бывают ночные или утренние заморозки, перцы необходимо накрыть пленкой. К этому моменту растения, быть может, уже готовы к цветению. Чтобы этого достичь, засевать рассаду надо в начале марта или даже в конце февраля. Болгарский перец на самом деле вовсе не болгарский. Как и многие другие огородные культуры, он родом из Америки. А точнее из Мексики. Трудно даже представить, насколько бледным был овощной европейский стол до путешествия Колумба. Первой страной в Старом Свете, в которой начали возделывать перцы, была Испания. Однако именно в результате трудов болгарских селекционеров сладкий перец стал таким, каким мы привыкли его выращивать и есть. То есть крупным, сладким и сочным. Именно из Болгарии он распространился на территорию Украины, Молдавии и Юга России. И в нашей стране получил название болгарского. В Европе же его часто именуют паприкой. Важно, чтобы перец не перерос. Его нужно высаживать, когда начинают формироваться бутончики цветков. Растение высотой 25-30 сантиметров и у него 8-12 листьев. Можно высадить перец и раньше, если позволяет погода. В почву заделывают перец на том же уровне, на котором он рос в стаканчике. И этим он отличается от большинства культур, которые заделывают глубже. Сажают перец под вечер. Листья и побеги у перца очень нежные, хрупкие, легко обламываются. Поэтому при посадке к каждому растению сразу ставят колышки высотой до 60 сантиметров для дальнейшей подвязки. Сладкие и горькие перцы желательно сажать на разные грядки подальше друг от друга. Поскольку они родственные растения и отличаются только внешним видом, но они могут переопыляться, и тогда сладкие перцы станут горькими. Кстати, в отличие от помидоров, перцы перекрестно опыляемые. И отдельно высаженный куст ладоносить не будет. Поэтому бытует мнение, что перец надо высаживать парами. Хотя научной основы под этим нет никакой. Цветение происходит сразу после того, как растения высаживают на участок. Однако во многих рекомендациях отмечается, что рассада перца лучше растет, если их высаживать по два в один горшок. И затем также высаживать в грунт. В нашей стране, как и в большинстве стран мира, с названием перец связана настоящая биологическая путаница. Так именуют пять совершенно разных видов пряностей, создаваемых из разных растений. Собственно, перец, или по латыни пипер, произрастает в Азии. Из него изготавливают такие приправы, как известный всем черный перец, а также белый и зеленый. Все это разные стадии его зрелости. Огородный перец по латыни называют капсикум. Из него готовят красный жгучий перец или чили. Пряность из сладкого варианта называется паприка. Душистый перец получает из высушенных плодов тропического дерева пимента. А розовый перец получает из плодов бразильского или перуанского перца, который по латыни называется шимус. Объединяет эти продукты только особо неповторимый жгучий вкус. При выборе места на огороде для перцев необходимо учитывать следующие особенности этого растения. Перец совершенно не переносит даже полутени. Он должен находиться на солнце от восхода до заката. Ему нужно не только много тепла, но и света. Но если температура поднимается выше 30 градусов, перец быстро улетает, и его надо укрывать от прямых солнечных лучей. Кроме того, перец не любит сильного ветра, особенно сквозняков. Поэтому идеальное место для перцев – южная сторона дома, защищенная от ветров и дающая дополнительный отражающий свет. Можно также обсадить по периметру участок с перцами высокими культурами, такими как свекла, бобы или лук-порей. Основные болезни, которыми болеет перец – это антракноз, мучнистая роса, черная пятнистая, черная ножка и другие. Антракноз перца характеризуется образованием на дозревающих плодах, реже на стеблях и листьях, темных, неправильных формах, нерезко очерченных, улубленных пятен с многочисленными и черными подушечками. Мучнистая роса – болезнь встречается в теплицах и в полевых условиях в южных районах страны. Сильно развивается при выпадении на обильных роз и при температуре 20-25 градусов. При этом на листьях образуется мучнистый налет, что ведет к снижению продуктивности растений. Черная пятнистость перца характеризуется появлением на плодах водянистых или темных пятен с более светлым центром. Они покрываются черной плесенью. Черная ножка проявляется на рассаде, корневая шейка размягчается, темнеет и образуются перетяжки, что вызывает увядание и гибель растений. Особенно сильно болезнь развивается в непроветриваемых парниках при образовании корки на поверхности почвы. Высаженный из парников рассады с признаками развития черной ножки быстро выпадает. Возбудителем болезни могут быть грибы. Меры борьбы с болезнями таковы. Необходимо собирать семена только со здоровых плодов, тщательно их очищать, протравливать, а также соблюдать правильность его оборот. И при выявлении болезни применять химическую защиту. Самый простой метод подготовки – прогревание. Для этого на семена воздействуют температурой 25-35 градусов в течение 2-3 месяцев. Семена при этом просто выкладывают на картон и кладутся на батарею центрального отопления. Перед посадкой хорошо продезинфицировать семена. Сначала их на 20 минут опускают в термос с водой, нагретой до 50 градусов. Такая обработка, кроме уничтожения возбудителей различных болезней, увеличивает урожайность на 20%. Затем семена необходимо протравить в 10-15% растворе перекиси водорода или в слабом растворе марганцовки, темно-вишневого цвета. Дезинфекцию проводить в течение 20-30 минут. Эти простые меры снижают возможность заражения болезнями в 2-3 раза. Сразу после посадки перцы надо начинать рыхлить и не допускать, чтобы почва ссыхалась, особенно после полива. Перцы частенько высаживают вместе с томатами. И это объяснимо. Вместе выращивается рассада, и в остальном по уходу растения во многом схожи. Однако полива перцы требует больше, чем помидоры. Причем, чем выше температура и чем жарче лето, тем чаще надо поливать. До цветения его поливают 1 раз в неделю из расчета 10-12 литров на 1 квадратный метр из лейки. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают вдвое. Во время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1-2 раза в неделю по 10-12 литров на 1 квадратный метр. Поливать надо теплой водой. Если вода будет холодной, перец задерживается в росте, позднее цветет и плодоносит. Во время роста перцы несколько раз обрезают, укорачивая самые длинные подельки. Обрезкой добивается отсутствия затененных ветвей и отростков у перца. На них все равно ничего толкового не вырастет. Обязательно удаляют все отростки ниже главной развилки стебля и ветки внутри кроны, так как они всегда затенены. Чтобы куст был пышным и компактным, можно обрезать макушку, когда растение достигнет 20-25 сантиметров. В жаркое лето растение лучше не посынковать вообще, поскольку в этом случае листья будут затенять почву и сохранят ее от пересыхания. Острота перца измеряется по шкале Сковилла. В 1912 году химик Вильбур Сковилл предложил новую методику измерения остроты перца. Он раздал дегустаторам вытяжку из различных сортов перца и подсчитал, сколько нужно выпить подслащенной воды для того, чтобы не чувствовать жгучесть перца. За единиц измерения было принято количество выпитой дегустаторами воды. Сейчас остроту перца оценивают более точно, химически определяя содержание алкалоида капсаицина. Шкала же сохранила имя Сковилла. В настоящее время самым острым перцем, занесенным в книгу рекордов Гиннса, считается сорт Пхуджалокия. Его признали рекордсменом в 2007 году. Он набрал 1 млн 41 427 единиц по шкале Сковилла. Для сравнения, в считавшемся до недавнего времени рекордсменом сорте Чили Хабанера, 577 тысяч единиц Сковилла. Известный кайенский перец, который добавляют в некоторые газовые баллончики для самообороны, по этой шкале набирает 50 тысяч единиц. Ну а болгарский перец – 0 единиц. После высадки в грунт растения подкармливают не менее двух раз. Первый раз. Во время цветения. Навозной жижей 1 к 10 или нитрофоской 30-40 грамм на 1 квадратный метр. Или мочевиной 4-5 грамм на 1 квадратный метр растворить в 10 литрах воды. Существует и народный рецепт подкормки. В 10-ти ведерную бочку 100 литров заложить 5-6 килограмм мелко нашинкованных растений. Крапивы, листьев одуванчика, подорожника, лебеды, мокрицы. Добавить ведро коровика и 10 столовых ложек древесной золы. Залить бочку доверху водой, тщательно перемешивая. Через неделю получается хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и поливают по 1 литру на растения. Второй раз подкармливают во время плодоношения. Используют птичий помёд 1 к 12, либо готовят такой состав. В бочку 200 литров выливают одно ведро кашицеобразного коровика и высыпают 2 стакана метрофоски. Заливают водой и хорошо перемешивают. Через 5-6 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 литра вокруг растения. Самые лучшие почвы для перца – песчано-глинистые, богатые гумусом. Почва должна быть, что называется, лёгкой, то есть хорошо структурированной, и она должна хорошо прогреваться. Оптимальная кислотность для такой почвы – 6-6,5. Более кислые почвы надо известковать. Перцы, как и многие другие растения, не любят, когда их выращивают несколько лет подряд на одном и том же месте. Плохие предшественники перца – естественно, послёновые, помидоры или картофель. Одну и ту же культуру нельзя сажать на одном и том же месте в течение 3-5 лет. Надо соблюдать все в оборот. То есть были зернобобовые, на следующую другую культуру. Можно использовать сидираты, которые не только обогащают нашу почву, но и снижают численность сорняков на 30-40%. Например, когда мы убираем урожай, вот как вот здесь можно заметить, убрана картошка, на этом месте можно посадить сидираты. Там, озимую рожь, или горчицу, или рапс, которые насыщают нашу почву органикой и способствуют снижению вредителей и болезней и сорняков почвы. Перцы сейчас очень широко в нашей зоне возделываются и получаются очень хорошие урожаи. Но перец, конечно, это не родная здесь зона его выращивания, наша зона не родная. Он выходит с более южных районов. Это теплолюбивая культура, требует солнца, тепла, но в то же время и увлажнение почвы необходимо для выращивания определенное увлажнение. Поэтому лучше он растет на поливе, почвы для него нужны легкие, удобренные, как органическими, так и минеральными удобрениями. Но непосредственно под перцы органические удобрения лучше не вносить, лучше вносить их под предшественник, под огурец и другие культуры. Дело в том, что если сажать одни и те же виды растений на одном и том же месте, то в почве накапливаются болезнетворные микроорганизмы. И тогда ваши перцы будут сильно болеть. Естественно, это плохо скажется на урожае. Кроме того, одни и те же виды растений забирают из почвы полезные вещества. Перцам просто не хватит питательных веществ для того, чтобы урожайность была хорошей. Так что сажайте перцы после крестоцветных степы или редиса. О том, где вы будете сажать свои перцы, подумайте заранее, потому что почву нужно готовить за год до посадки. Внесите самое популярное удобрение. У нас оно тоже есть. Это навоз. Правда, не в таких маленьких количествах. Вам нужно примерно ведро на сотку. Второй этап подкормки начинается осенью. Внесите в грунт по полкилограмма фосфорных и калийных удобрений. Если уж и тогда вы не успели подготовить почву, то можно внести удобрение прямо перед посадкой. Можно положить горст перегноя в лунку и добавить что-нибудь из фосфорных удобрений. Рассада перца, конечно, более чувствительна к прохладным температурам. Поэтому в этот период нуждается в обильном поливе прежде всего. И с точки зрения удобрений, если, значит, как-то чувствуете, что слабоват у вас перцы, можно их подкормить азотными удобрениями. Азотные удобрения, как? Мочевина можно подкормить, можно аммиачной селитрой. Значит, развести небольшую, ну, примерно спичечную коробочку мочевины в ведре воды и тщательно пролить. Перцы капризные. Вам придётся подкармливать их постоянно. Через две недели после посадки нужно будет внести снова фосфорные калийные удобрения. Ещё добавить мочевину. Правда, в этом случае нужно не переборщить мочевину и фосфорные удобрения не больше, чем одну чайную ложку на ведро воды. Удобряйте, удобряйте и ещё раз удобряйте. Перцы зацвели, внесите снова калийные, фосфорные удобрения и мочевину. Перцы начали уже расти, снова внесите те же самые удобрения. В количествах примерно по 60 грамм каждого удобрения на ведро воды. Кроме уже перечисленных подкормок, перцем хорошо подойдут азотные удобрения. Тогда будет высокая урожайность. Но здесь главное не переборщить, иначе перец начнёт сжировать и весь рост уйдёт в листья, а плода окажется маленькая. Они требовательны к почвенному раствору, концентрации почвенного раствора, но выносят достаточно высокие дозы удобрений. Опять же, всё специфично. Опять же, нужно бы посмотреть плодородие почвы и потом сделать выводы. Нуждаются они в удобрении, в каком количестве. Но мы рекомендуем, если вы хотите хороший урожай получить, хорошего качества, безопасный, лучше обратиться всё-таки к специалистам. Особенно в вопросах применения удобрений, минеральных и органических. Если вы выращиваете продукцию на своём участке, для своего личного потребления, ну и в любом случае, даже если и для других целей, всё-таки лучше не злоупотреблять удобрениями и большие дозы необдуманно не применять. А вообще мы рекомендуем обратиться к специалистам, провести анализ почвы. И вам порекомендуют дозы удобрений именно на ваших почвах под любые культуры. Напоминаем вам, что вы можете присылать к нам в программу образцы почвы с ваших участков. Мы расскажем вам, как улучшить их качество и какие овощи лучше выращивать. По ссылке можете присылать по адресу, который будет указан в конце программы. Недостаточное опыление может привести к появлению искривлённых плодов. Чтобы этого избежать, можно взять на себя роль пчёл и применить искусственное опыление. Нам не понадобятся крылья. Для этого достаточно в тихую, ясную погоду слегка встряхнуть цветущие кустики перцев. Собирают перцы в течение всего лета. Биологические зрелости они достигают став красными, жёлтыми, но и собирают их чаще зелёными, когда они достигают спелого размера. В полностью зрелых перцах больше витаминов. Но на вкус они суши, не такие сочные. Тем более, что если перцы своевременно собирать с растения, то на нём образуются новые завязи и вырастают новые плоды. Только снимать их надо аккуратно, чтобы не повредить стебель, а желательно срезать. А вот горькие перцы желательно убирать уже покрасневшими. Кстати, в естественных условиях перец – многолетнее растение. В жарком климате он цветёт и плодоносит круглый год. Возможно, если выращивать перцы дома или в очень тёплой и хорошо освещённой киплице, удастся воссоздать эти условия. Но с реальными случаями мы не сталкивались. Хотя во многих домах выращивают в качестве комнатного растения декоративные перцы разных сортов. Так вот, те растут именно как их далёкие предки. По несколько лет приносят плоды постоянно. Чтобы собрать семена перцев для дальнейшего выращивания рассады, нужно дождаться биологического созревания плодов, то есть ярко-красного или жёлтого или белого цвета. Затем собрать плоды и положить их ещё дозревать на 2-3 недели. Только потом, взрезав мякоть, надо удалить плодоножки с семенами и ещё не промывая, просушить 3-4 дня. После этого семена будут легко отделяться от плодоножки. Теперь их можно ссыпать в бумажный пакет и хранить несколько лет, используя для выращивания новой рассады. Полезный приём подготовки – барботирование семян. О нём мы рассказывали в программе «Выращивание моркови». Другими словами, это многочасовое перемешивание семян в воде, обогащённой пузырьками воздуха. При этом семена быстрее набухают, удаляются различные вещества, задерживающие прорастание. Сделать это просто. Семена кладут в высокий стакан или другую ёмкость на две трети заполненную водой. На дно опускают конец трубки, другой конец которой присоединяют к аквариумному компрессору. Он закачивает воздух к самому дну, и семена постоянно находятся в движении. Субтитры создавал DimaTorzok Напоследок стоит заметить, что перцы и болгарские, и горькие – культура для наших широт не свойственная. И потому во многом результат в её выращивании зависит не столько от наших усилий, сколько от погодных условий. Поэтому, если что-то случилось не так, не переживайте. На следующий год вам обязательно повезёт. Удачи вам и новых садоводческих побед на все четыре сезона! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ